Добрый вечер! Добрый вечер! Прокуратурой Республики Казахстан поступило свыше 90 тысяч обращений физических и юридических лиц. Это довольно немало, в связи с чем заместитель генерального прокурора страны Андрей Кравченко проводит личный прием граждан. В этот раз в прокуратуре Алматинской области представитель надзорного органа выслушал около 50 человек с разных уголков региона. Большинство из них не согласны с решением суда и пришли с просьбой повторно рассмотреть их дела. Были также вопросы имущественного и земельного характера. Жалуются на действия или бездействия сотрудников полиции и иных уполномоченных органов по вопросам здравоохранения ЖКХ и труда. Выслушав заявители, Андрей Кравченко заверил, что по их делам будет проводиться работа и вопрос будет взят под контроль совместно с прокурором области. В госорганах отметили, подобные выездные общественные приемы граждан намерены проводить регулярно, чтобы работа государственных структур удовлетворяла население. Личный прием осуществляйте без ограничений. Объявления были опубликованы у нас с 15 августа текущего года в областных газетах. Также в веб-сайте, также по телевидению в бегущей строке были освещены объявления о проведении личного приема заместителем генерального прокурора Кравченко. Жители области на прием записаны по различным вопросам, как по земельным спорам, по жилищным вопросам, также о неисполнении судебных решений, о несогласии с решениями судебными актами. Заявления, которые приняты на личном приеме, будут зарегистрированы и, соответственно, будут рассмотрены всесторонне и будут даны ответы законам установленной сроки. Наше заявление было принято Андреем Николаевичем. Где мы указали свои доводы в жалобе, наши доводы, нам действительно была оказана помощь. Мы считаем, что мы не зря оказались сегодня на приеме и попали в заместитель прокурора, хотя этот вопрос также решался прокуратурой области. Служу Отечеству. Главный девиз в жизни Калимы Жизлбековой говорят ее коллеги, друзья, а также студенты. Сегодня ветерану труда исполнилось 70 лет. Торжественное мероприятие юбиляра прошло в стенах Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий. Ведь когда-то педагог по профессии Калима Жизлбекова руководила этим учебным заведением. Теплыми объятиями встретили гости у педагоги и студенты. Несмотря на то, что учащиеся не были до этого знакомы с ветераном труда, они наслышаны о ее активной деятельности. Сделала немало Калима Жизлбекова для процветания края, особенно в области социальной жизни, образования и медицины. В разное время работала на государственных и партийных должностях. Большой вклад внесла в свой родной колледж. Шагать в ногу со временем – главный девиз. Так, в годы ее работы в учебном заведении открылся первый компьютерный класс. Такого в городе в то время не было, вспоминает педколлектив. Сегодня самые теплые пожелания и слова благодарности прозвучали в ее адрес. А учащиеся подготовили небольшой праздничный концерт. Я очень рада, что состояла встреча в учебном заведении, где я когда-то работала. Работала с удовольствием, с упоением. Пришла и душа радуется. Совсем другой уровень. Это здорово, коллектив хороший. И тогда мы работали слаженно. Для каждого учебного заведения главная цель – это подготовить качественных специалистов. Это училище в этом плане издревле отличается своим качеством работы, лучшим качеством специалистов, которые востребованы сегодня на рынке труда. Бойцы десантно-штурмовых войск учатся форсировать водные преграды. Служащие пяти воинских частей Алматинского, Талдыкурганского и СРО Изекского гарнизонов в эти дни сдают своеобразный зачет, переплывая в 100-метровый вододрон. Руководит подготовкой генерал-майор Назаренко, широко известный в десантно-штурмовых и танковых войсках тем, что форсировал реки Запада не один десяток раз. Своеобразный зачет по преодолению водной преграды проходит в масштабе всех десантно-штурмовых войск Вооруженных сил страны. Учения, организованные Управлением вооружения, Управление командующего десантно-штурмовыми войсками, предусматривают обучение солдат, служащих по контракту и офицеров. В воде техника и экипаж становятся легкой мишенью для врага, поскольку скорость БТР или БМП, достигающая 60 км в час на суше, в воде снижается до 8-9 км в час. Потому готовыми к преодолению водных преград должна быть и техника, и личный состав. Допускается плаву личный состав, умеющий плавать, прошедший медицинский осмотр и имеющий навык вождения техники на суше. Сопротивление воды, давление воды, все вот это, все влияет, и поэтому здесь необходимо перерочить навык на суше. В часть прибывают молодые водители, молодые командиры, командиры заводов с военных институтов, и поэтому необходимо проводить два раза, раз в год обязательно занятия по преодолению водных преград. Дабы в дальнейшем, где бы мы ни применялись, то есть мы выполним любую задачу. Техника, преодолевающая водную преграду, должна быть полностью герметичной. Проверяют ее, погружая на 2 минуты в воду полностью, и 4 минуты держат на плаву. А переправу оценивают по трем показателям. Входу в бассейн, управление машиной амфибии при переплывании водоема и выход. При этом учитывается скорость течения, глубина, крутизна входа и выхода, и время, за которое водители-механики справляются с поставленной задачей. На преодоление вот этой водной преграды шириной 30, длиной 100 и глубиной 4 метра для получения отличного результата водителю-механику БТР предоставляется всего 1 минута. Малейшая ошибка и разбор полетов на суше, ибо в реальной ситуации вода ошибок не прощает. Руководит учениями бывалый танкист, офицер, прослуживший вооруженных силах более 40 лет, боец старой закалки, генерал-майор в отставке Владимир Назаренко. Он уже на заслуженном отдыхе, однако его опыт и знания нужны молодому поколению. Ведь Владимир Назаренко форсировал рейки Европы более 40 раз, в их числе Эльба и Шпрее. Морфометрические параметры движения техники по воде, а значит реакции водителя-механика при управлении машиной, он оценивает одним взглядом. С разным успехом идут дела у наших обучаемых, но уже сегодня, на второй день, уже лучше. Мы спланировали эти занятия последовательно, до каждой части, мы спланировали где-то по трое суток. Каждый этап мы разбираемся, говорим, какие ошибки допускают, как их исправлять, эти ошибки. Занятия планировали на ИЛИ, но ввиду того, что много воды, дождей было, значит скорость течения реки большая, более 4 метра в секунду. Мы не имеем права рисковать жизнью наших солдат. Мы тренируем на вододромах. В последующем мы планируем уже на реке ИЛИ провести эти полностью занятия. Учения пройдут до 10 сентября. Этого времени, по мнению инструкторов, достаточно, чтобы каждый отточил технику и добился хорошей оценки. А результаты, вероятнее всего, уже придется продемонстрировать в следующем году на международных учениях. Насгульбошан, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск «Событиями в мире». Власти Израиля одобрили возведение более 460 домов в еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан, в том числе за счет легализации. Около 170 из них уже построены и получат разрешение задним числом. Такое решение было принято, несмотря на критику ООН. В организации его назвали помехой для урегулирования ближневосточного конфликта. Переселенческую активность Тель-Авива осудили и в Вашингтоне. Белый дом считает, что это создает серьезную угрозу мирным отношениям с палестинцами. Напомним, Израиль оккупировал западный берег в 1967 году. За это время на его территории основано более 100 поселений. В них проживают около 600 тысяч израильтян. На итальянском острове Лида начался 73-й кинофестиваль. Фильмом открытия стал мюзикл «Ла-ла-ленд» режиссера Демьена Шазелла, известного картиной «Одержимость». На церемонии открытия состоялось вручение премии «Золотого льва святого Марка», присуждаемой за большой вклад в кинематограф. Ее обладателем стал польский режиссер Ежи Скалимовский, а также французский актер Жан-Поль Бельмондо. Организаторы фестиваля отменили ужин после официальной церемонии открытия в знак памяти о жертвах землетрясения, произошедшего в Италии недели ранее. На «Старейшем мире» кинофестивале представлено 20 картин. Власти Новой Зеландии отменили объявленную после мощного землетрясения угрозу цунами. Эпицентр чрезвычайного происшествия находился на северо-востоке от архипелага. Несмотря на подземный толчок магнитудой 7,2, жертв и крупных разрушений удалось избежать. Высота же волны, образовавшейся в результате землетрясения, оказалась не больше 30 сантиметров. В испанском городе Буньволь открылся ежегодный фестиваль «Ла Томатина». В ходе традиционной томатной битвы десятки тысяч участников использовали около 160 тонн помидоров. Сражение продолжалось ровно час. Фестиваль «Томатина» проводится с 1945 года, и популярность праздника с годами только растет. В Буньволь, население которого всего около 10 тысяч человек, ежегодно приезжает до 40-50 тысяч гостей со всего мира. Обзор новостей подготовлен по информации интернет-ресурсов. Министерство образования будет отдельно проверять случай нехватки учебников, сказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Вчера во всех казахстанских школах прозвенел первый звонок. После летних каникул к занятиям приступили 2 миллиона 700 тысяч школьников. 370 тысяч из них первоклассники, поколение, с которого начинается 12-летняя форма обучения. Разработана новая программа. Так, к примеру, изучать английский язык будут с первого класса. Привычную Альпе сменит Сауата Шу. Изменения претерпения и учебники для восьмых классов. 370 тысяч детей первоклашек переходят на обновленную программу. С началом учебного года столичные 70-е лицей поздравил министр образования. Уже после торжественной линейки в беседе с журналистами Ерлан Сагадиев заверил о том, что Акиматы развезли по школам 385 тысяч комплектов учебников. И проблем с обеспечением не будет. Местная полиция улучшила раскрываемость преступлений в Казахстане. Абсолютную безопасность обеспечат в обозримом будущем наверняка и жителям городов Казахстана. В Астане, к примеру, обеспечивать ее помогают сотни уличных камер видеонаблюдения. Новые технологии в работу отечественных полицейских внедряют в рамках проекта «Безопасный город». С ними ознакомился глава Кабмина в Астане. Министр внутренних дел Калмухамбет Касымов сказал, что за счет перераспределения местной полиции передали штатное подкрепление. МВД не может быть безучастной к состоянию общественного порядка, как на территории страны, так и на отдельных ее регионах. В кризисных ситуациях местная полиция полностью переходит в подчинение к МВД и ДВД. Основную часть шприцев, которые используют в медучреждениях Казахстана, выпускают в Атырау. Завод по их производству был открыт в рамках программы индустриально-инновационного развития. Предприятие вышло на полную мощность и теперь там увеличивают объемы производства, расширяют ассортимент и отправляют продукцию на экспорт. Атырауский завод по выпуску медицинских шприцев уже более пяти лет обеспечивает медучреждения своей продукции. В прошлом году они произвели товар на 2 миллиарда тенге. Хозяйка частной стоматологии Гульмира Курмангалиева уверена, что отечественный товар не проигрывает ни в качестве, ни в цене. С прошлого года завод начал выпускать также медицинские перчатки и капельницы. Благодаря этому работой были обеспечены примерно 100 человек. А с расширением производства вакансии появится и для многих молодых специалистов. Школа абсолютных чемпионов отмечает первую годовщину. Открытый год назад Центр ментальной арифметики в Талдыкургане пожинает первые плоды. Студенты Центра завоевали 10 призовых мест на Республиканской Олимпиаде. А уже в ноябре двое лучших в устном счете будут отстаивать честь Казахстана в Дубае. Главная цель Академии ментальной арифметики – это не только научить быстро складывать, отнимать, умножать и делить в уме двух- и трехзначные числа, а раскрыть в ребенке и другие интеллектуальные способности, развить фотографическую память, слух, наблюдательность, воображение, уверенность в себе, творческое и логическое мышление. За год работы Центра ребята показали очень хорошие результаты. Кроме того, по словам родителей, у детей улучшилась успеваемость в школе. Чтобы развить в себе уникальные способности могли и ребята с сельской местности, мы открыли несколько филиалов по области. Так недавно распахнули свои двери Центры ментальной арифметики в Карабулаке и поселке Балпахпи. К 25-летию независимости в предгорьях Толгарского района прошел зрелищный международный этнофестиваль. Он собрал свыше 5000 участников и гостей из 10 стран тюркского мира. Репродукция продемонстрировала культуру и обычаи кочевников из глубины веков. С первых нот фанфар полные трибуны зрителей всколыхнулись единым возгласом восхищения, когда парадом перед ними прошли воины древности в полной амуниции. Воссоздали дух средневековья и репродукции торговых караванов, мастеров-ремесленников и оружейников. В первозданном виде дошли до наших времен и такие национальные игры кочевников, как тенге-элю, аудар-спак, хызгу, умение мастерски держаться в седле, трюковая джигитовка и многое другое. Эти элементы зрители восприняли на ура. Мы казахи, с детства знакомы со своей культурой, но меня поразило мастерство выступления каскадеров и тот дух древности, который воссоздан в этой репродукции, словно совершив путешествие по времени. Богата культура кочевников не только спортивными и воинскими победами, но и устным творчеством. Гости смогли ознакомиться с самобытностью народных песен, отведать национальные угощения, которые готовились специально для полноты колорита фестиваля. Я раньше такого никогда не видел. Смотреть исторические передачи по телевизору – это одно. А посмотреть репродукцию своими глазами – это многого стоит. Я восхищен. Особый интерес гостей вызвали богатыри. Поистине мужественные, крепкие и сильные. Они, пожалуй, остались на памятных фото всех гостей праздника, наперебой просивших артистов театра «Орлан» попозировать с ними для селфи. Наши предки носили такую одежду и были именно вот такого физического сложения. Вот рост Руслана – 2 метра, вес – 140 килограммов. Мой рост – 2 метра – 5 сантиметра, вес – 130 килограммов. В последние годы культура кочевников вызывает интерес не только историков и исследователей, но и широких слоев населения. А, соответственно, будучи золотым фондом, имеет особую ценность, которую вот таким образом нужно передавать из поколения в поколение. Сегодня в Центре обслуживания молодежи состоялась церемония награждения победителей областного конкурса социальных короткометражных роликов «Ширак». Отметим, что заявки на участие начали принимать ровно месяц назад. В нашем регионе данное мероприятие проводится уже третий год подряд и стало традиционным. В нынешнем году тема выбрана вполне актуальная для казахстанцев «Жизнь без коррупции». За главный приз в финальной части конкурса боролись 12 начинающих режиссеров от 16 до 30 лет, имеющие опыт в съемке короткометражного кино. Главная цель конкурса – развитие молодежного кинематографа, продвижение работы молодых и талантливых авторов и выявление лучших путем проведения подобных конкурсов. В ходе мероприятия, внимание любителей киноискусства, представлены и лучшие конкурсные работы. Стоит отметить, что при выборе финалистов компетентное жюри сделало упор на содержание и смысле роликов. По итогам организатора конкурса, представители Управления молодежной политики Ресурсного центра и молодежного крыла «Жасутан» наградили начинающих режиссеров грамотами и ценными призами. Лучшим признан фильм молодого специалиста отдела молодежной политики Кирбулакского района Алмаса Мунбаева. Ему вручили благодарственное письмо и профессиональную камеру для дальнейшего развития реализации на данном куплище. По словам победителя конкурса, это мероприятие стало для него хорошим мастер-классом и неоценимым опытом. Сегодня коррупция, можно сказать, глобальная проблема. И данная тема для участников конкурса выбрана не случайно. В своем ролике я постарался донести до зрителя, какой вред может нанести коррупция. Так, молодой человек, который учился в медицинском университете и при сдаче экзаменов, зная, что сам сдать их не сможет, предлагает преподавателю энную сумму, чтобы тот ему поставил зачет. Преподаватель по сценарию соглашается. И через некоторое время жена того самого преподавателя попадает в больницу в критическом состоянии в руки молодого врача. А это тот самый горе-студент, который в свое время прогуливал занятия и даже не знает, с какой стороны подойти к пациенту. Я надеюсь, что мой ролик окажется полезным. Завершаются гастроли большого российского цирка «Шапито Миллениум». Объехав прежде крупные города республики Караганды, Шимкент, Талдыкурган, Алматы, шоу номера артиста вызвали восторг и бурные овации. По многочисленным просьбам зрителей Южной столицы цирк готов радовать публику до 4 сентября. К слову, в эти дни будет действовать специальная акция, приуроченная к началу учебного года. Алматинскую публику цирк «Миллениум» покорил уже с первой минуты и привел восторг как детей, так и взрослых. Яркие незабываемые номера с участием группы «Чабан» не оставили никого равнодушным. Известные всему миру акробаты выступают без страховки. Порадовали зрители воздушные гимнасты, жонглеры, а также клоуны. По многочисленным просьбам горожан артисты продлили свои гастроли. До 4 сентября у нас действует акция. При покупке двух билетов мы дарим третий билет рядом абсолютно бесплатно. Ждем вас! Любители цирка, конечно же, ждут номера и с дрессированными животными. Это и гималайские медведи, леопарды, арабские скакуны, пеликаны, страусы и многие другие. Цирк очень интересный. Больше всего мне понравились животные. Они очень милые и умные. Представление казахстанской публики цирк предлагает на площадке перед торгово-развлекательным центром «Мега». Стоимость билета варьируется от полутора до пяти тысяч тенге. Асим Кощегулова, Курмаджан Касамжанулу, Амажол Джунгешев, телеканал ЖТСУ. Представители областной федерации шинкиок, у шинка и карате проходят последний учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Азии. Первенство пройдет в Южной Корее и послужит отбором на чемпионат мира 2017 года. Отметим мировые старты. Среди каратистов этого направления проходят один раз в четыре года и считаются малыми олимпийскими играми. От Алматинской области четыре года назад в них участвовали два ведущих спортсмена. В этом году отбор проходят четыре человека. И у каждого из них есть шанс на победу, отмечают тренеры. К слову, в нашей области растет не только качество подготовки, но и количество каратистов высокого класса. Еще троим талдыкурганцам официально присвоено звание мастеров карате. Всего их стало 20 человек. Черные пояса ребятам присуждены по результатам данных тестов, прошедших в областном центре. Напомним, в этом году одно из направлений этого боевого искусства карате ВТФ включено в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Специалисты утверждают, что у карате стиля Шин Кио Кушин Кай тоже есть шансы на олимпийское будущее. К сожалению, мы в 2020 году именно карате Кио Кушин Кай не вошли в Олимпийские игры. Но для того, чтобы мы вошли в 2024 году, то есть руководство всемирной организации, именно всемирная организация делает все, чтобы мы вошли в 2024 году в Олимпийские игры. Юношеская сборная Алматинской области готовится к чемпионату мира по греко-римской борьбе, который стартует в Грузии 11 сентября. Заключительный учебно-тренировочный сбор проходит согласно плану тренерского штаба и направлен в основном на повышение физической подготовки борцов. Не остается без внимания и работы по развитию выносливости, совершенствованию приема введения поединка и устранения имеющихся проблем в технике и тактике классической борьбы. Юношеское мировое первенство в Тбилиси будет проходить в 10 весовых категориях. Сборная Казахстана выставляет представителей в каждой из них, причем четверо борцу-выходцы из Алматинской области, которая считается флагманом в развитии этого вида спорта среди детей и юношей. В составе юношеской сборной Казахстана на чемпионат мира поедут четверо наших борцов. Это и Рассел Нурбасынов из Панфиловского района, Алихан Кокенов, представитель Толгарской спортшколы и двое воспитанников областной школы-интернат для одаренной в спорте детей. Нургали Жантас и Айден Курмансиитов, несмотря на свой юный возраст, это очень целеустремленные и перспективные ребята. У них большое будущее в спорте. Это были новости к этому часу. Смотрите на завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова